Неделя была богата на заявления о борьбе. Боролись с кризисом, с последствием падения котировок из-за очередного обвала китайских бирж с нефтяным обесцениванием. И нефть даже подскочила после известия о том, что могут начаться переговоры о сокращении мировой добычи на 5%. Но для России основным вектором была борьба с коррупцией. Об этом говорили на форуме ОНФ, проходившем на Ставрополье. Более 500 делегатов со всей страны искали выход, докладывали о проделанной работе. Вместе с приехавшим на форум президентом обсуждали объемы добычи тех, кто берет взятки и залезает в госкарман. По словам Путина, расчищать Авгеева конюшни нужно вместе. Причем поиск коррупционеров не самоцель, а реальное средство, которое помогает находить и закрывать ладейки в законах. Цель сегодня повысить уровень жизни россиян, а для этого регионы должны развиваться. Для развития нужны инвестиции, которые, и это отдельно подчеркивает ОНФ, не придут туда, где есть коррупция. По уровню коррумпированности, судя по отчету общественников, лидирует юг страны, на которой делается большая ставка. И в импортозамещении, и в развитии внутреннего туризма. И получается замкнутый круг. От юга ждут развития, туда вкладываются средства, а нечистые на руку чиновники отталкивают инвесторов. Всю собранную информацию ОНФ отправил президенту. И судя по этому отчету, за последнее время вопросы накопились практически ко всем, кто тратит бюджетные деньги. Вопрос, что это у вас, задают прямо по списку. Минпромторгу, Минэкономразвитие, Минкомсвязи, далее везде, включая региональные власти. Мой коллега Александр Евтегнеев составлял свой тревожный список. Тех, о ком еще 250 лет назад Карамзин на вопрос, как там в России, ответил коротко, воруют. И проверял, кто и на что тратит госбюджет. Ловись взятка большая и маленькая. Чтобы лучше клевало, каждое дежурство они натирали полосатые жезлы пятитысячными купюрами. Брали любые подношения, хоть колбасой. Сорт, кстати, сырокопченая, водительская. А потом падали в обмороке, когда их пришли брать прямо на построении. Аптечку доставайте. Аптечка доставайте. Инспекторы карикатурные. Преступления настоящие. Десятки. Поборы с водителей от 500 рублей до 30 тысяч. Камера стояла внутри поста в течение года. Снимала круглосуточном режиме все происходящее. Все шестеро отделались штрафами. Самый крупный – миллион триста. Выходя из зала суда, один из бывших инспекторов ГИБДД бросает. Все выплачу. Деньги есть. Деньги есть, оплачу. Не страшно и не стыдно. Поэтому и взятки берут, и воруют, прикрываясь должностями и погонами. В республике Коми начальника управления службы исполнения наказаний подозревают в том, что он украл 50 километров дороги физически. Вывез 7 тысяч бетонных плит и продал. Ущерб – 6 миллионов рублей. Для таких алчных да бесстрашия предлагают ужесточить ответственность. Владимир Путин заявил об этом на заседании Совета по противодействию коррупции. Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги. В том числе с учетом международно-правовых норм следует возвращать активы, нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции. Как украсть миллиард? В прошлом году следователям рассказывали чиновники высокого ранга. Сначала сахалинский губернатор Хорошавин обвиняется во взяточничестве и растратах. Широко жил. За три дня Красноярского форума спустил 15 миллионов рублей. Номера люкс, рестораны, комплимент девушке за соседним столиком, за эскорт услуги, машина за 3 миллиона. И дома нескромное обаяние. Миллиард наличными, коллекция часов на 100 миллионов рублей. Перевая ручка за 26 миллионов. Арестовали и самого губернатора, и заместителя, и одного из краевых министров. Когда по подозрению в коррупции взяли губернатора Коми Гайзера, один в один. Коллекция часов на миллион долларов, 60 килограммов драгоценностей, деньги. Действовал в компании своих заместителей. Главы госсовета, бывшего сенатора. Всего 15 человек. Ущерб бюджету миллиард. Не отсиделся на тихой пенсии и бывший глава службы исполнения наказаний Реймер. Арестован по подозрению в присвоении 3 миллиардов рублей. Махинации с закупками электронных браслетов для заключенных. Теперь он сам по другую сторону решетки. В итоге за 15-й год Россия улучшила свои позиции в антикоррупционном рейтинге. Это данные Transparency International. Каждый год международная организация составляет глобальный отчет. У России 119 место из 168. За год поднялась на 17 пунктов. Была на 136. Все знакомые с информацией, которые предоставляют опросы социологические, результаты этих опросов хорошо известны. В целом граждане положительно оценивают антикоррупционную работу, проводимую на федеральном уровне. Но этого совершенно недостаточно. Люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой бытовой коррупцией. С коррупцией на местах борется Общероссийский народный фронт. Активисты проверяют госзакупки. Составили справочник серых схем. Вот издание третье дополненное. За прошлый год чиновники придумали 4 новых способа относительно честного вывода денег из бюджета. Например, печатать информацию о тендерах белым по белому, чтобы прочесть могли только свои, подставные. ОНФ предупреждает, мы все видим. И чиновники отказываются от необоснованных трат. Отменено. Вот так, где-то может быть и смешно, и игриво выглядит. Но вот так нашим активистам за чуть более двух лет работы проекта удалось отменить закупок на сумму 6 миллиардов рублей. Если кто-то кое-где скромно жить не может, попадает на карандаш ОНФ. Активисты составили индекс расточительности 2015. Правительство Нижегородской области с шиком слетало в Японию. Чартерный рейс 6 человек. 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Одно из подразделений федеральной службы по тарифам купило офисное кресло. 250 тысяч рублей. Таможенники заказали подарочные часы с эмблемой. 62 тысячи. Компания «Башнефть» провела новогодний корпоратив. 31 миллион. И, конечно, машины. Дочерние компании РЖД купили представительские авто за почти 9, за 8 и за 7 миллионов рублей. Не отстает Росгеология. Дышат в спину дочки «Газпрома». Но вне конкуренции Росстат для проведения переписи на селе приобрели 105 машин бизнес-класса. 143 миллиона рублей. Мы направили во все эти организации типовой запрос. К чему такая роскошь? Особенно сейчас. Ведь, например, чиновникам с 1 января 2016 года запрещено покупать служебные автомобили дороже 2 миллионов рублей. В Росстате не растерялись. Дорогие машины были куплены до того, как закон вступил в силу. Понятно, успели. В организациях, которые связаны с «Газпромом», напомнили, что они предприятия коммерческие. Сами деньги зарабатывают, сами и тратят. Примерно то же самое ответили в РЖД. Но добавили, что все-таки отказались от закупок дорогих автомобилей после того, как попали в индекс расточительности. То же самое сделали и в Росгеологии. Но пока зависшей осталась ситуация с обращением по поводу автомобилей губернатора Тверской области. Вот «Мерседес», на котором ездит тверской губернатор Андрей Шевелев. Вот он сам как раз садится в машину. Закон не нарушал. Не положено чиновнику дорогая машина. Не купил. Взял в аренду. Под данным ОНФ, областному бюджету с 2012 года это обошлось примерно в 20 миллионов рублей. Машина стоит в три раза дешевле. Активист Геннадий Гревцев предлагает сравнить. 3 миллиона рублей в год на аренду авто для губернатора. Беременным женщинам на проезд из деревень в областную больницу в два раза меньше. Полтора миллиона. На помощь с жильем молодым семьям 5 миллионов. На этот год также арендует дорогостоящие автомобили марки «Мерседес», «Фольксваген» и «Фаэтоне». Тоже там стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Именно арендует. Пока правительство Тверской области ситуацию не разъяснило. Ограничились письмом. Ответ дадут в установленный законом срок. Нельзя, но очень хочется. Арендуй. Так поступают с дорогостоящими машинами чиновники практически по всей стране. Да, формально закон не нарушают. Теряют неосязаемый капитал, репутацию. С точки зрения нас как граждан нужно постоянно им показывать, ребята, мы не согласны, тыкать их носом, что зачем вы возмущаться, ходить на слушание по бюджету в своем регионе. А с точки зрения, скажем, парламента или с точки зрения руководителей ведомств, в которых это происходит, я считаю, что должно все идти от личного примера руководителя, заместителей руководителя. Сейчас для чиновников существует три ограничения. Нельзя покупать дорогие машины, мебель ценных пород дерева уместна только в кабинетах руководителей высшего звена, смартфоны не должны быть дороже 15 тысяч рублей. Общероссийский народный фронт после встречи с Владимиром Путиным предложил поправки. Еще четче прописать, что допустимо для чиновников за бюджетные деньги. Написать, на каком стуле, за каким столом, на какой машине, каким классом самолета, сделать все остальное вне закона, будет легче. Быстрее начнем экономить бюджетные деньги, быстрее этих денег будет хватать на решение социальных задач. Впрочем, уже сейчас некоторые управленцы ограничивают себя сами. Вот, например, в Вологде депутатов пересадили с автобизнес-класса на модели попроще. Не нужны вам такие машины. Экономика должна быть экономной, но и это не идеальный подход. Кто упрекнет руководителя на дорогой машине, если он будет ездить на ней по процветающему региону? Александр Евстигнеев, Ирина Близнюк, Сергей Чавелло. Воскресное время. Первый канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...